Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События понедельника в репортажах наших респондентов. Главные новости. 90 лет со дня рождения первого руководителя Карачаева-Черкесии Владимира Исламовича Хубиева. Общественность республики почтила память видного государственного деятеля. Как водители маршрутных такси соблюдают правила дорожного движения? Сколько административных штрафов было выявлено сотрудниками ГИБДД в ходе профилактической операции автобус? Колорит, артистизм, мастерство представили жителям Карачаева-Черкесии артисты из Донецка Народной Республики. Государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс». Из Малокарачаевского района в Урупске Карачаева-Черкесии завершился трехдневный конный переход на лошадях карачаевской породы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день от всей души хочу пожелать братской Кабардино-Балкарии благополучия, успеха во всем и добра. 90 лет исполнилось от дня рождения видного советского и российского государственного политического деятеля Владимира Исламовича Хубиева. В разные годы он занимал пост председателя Карачаева-Черкесского облсполкома, председателя Совета министров и первого главы республики. В Черкесске прошел памятный митинг, в котором приняли участие глава Рашид Тимрезов, члены правительства, парламента и общественность республики. Подробности расскажет Мурад Жанкёзов. Будучи руководителем Карачаева-Черкесии, депутатом Верховного Совета РСФСР, Владимир Хубиев заложил прочный фундамент новой государственности нашей республики. Исключительно важен вклад Владимира Исламовича в укрепление мира и согласия в регионе в период обострения общественно-политической ситуации, когда единство и целостность республики испытывали на прочность. В память о Владимире Хубиеве участники митинга совершили поминальный обряд ДУА. Проявив непоколебимую решимость, Владимир Владимирович выступил против разделения республики по национальному признаку. Ему удалось удержать развитие политических процессов в правовом русле, не допустив гражданского противостояния и межэтнических столкновений, обеспечить мир, единство и созидательное развитие республики. Владимир Исламович Хубиев навсегда останется в нашей памяти, как истинный государственник, патриот родной земли и своего отечества в Великой России. Светлой ему память. Собравшиеся почтили память Владимира Хубиева минутой молчания. Воспоминаниями о работе с Владимиром Исламовичем поделился Анатолий Озов. Он отметил, что Владимиру Хубиеву досталась тяжелая доля, но благодаря несгибаемой воле и личностным качествам первому главе республики удалось сохранить мир и согласие. «Человек от рождения умный, с годами превратившийся в мудрого, человек высоко образованный, эрудированный, высоко ответственный. В годы советской власти прошел все ступеньки, которые нужно было пройти, чтобы занять ту высокую должность, которую он занял». Самые искренние и теплые слова выразил в своем выступлении, занимавший в те годы должность заместителя председателя правительства Азрет Татаршао. «Талант, выдающиеся, я бы сказал бы, организаторские способности, способности лидера, способности повести за собой народ. И вот он проявил так называемый Горбачевский период перестройки и особенно в период глубоких перемен в России в лихие 90-е годы». В памятном мероприятии приняли участие члены семьи Владимира Хубиева. Слова благодарности выразила вдова Зоя Кибировна. «Я благодарна всему населению Карачаева-Черкесии. Я люблю этих людей. Для меня это вторая родина. Я благодарю вас всех за добрую память, за искренние слова, за то, что вы не забываете, потому что время быстролетное, оно стирает из памяти. Но в Карачаево-Черкесии живет совсем другой народ, который из памяти никогда не сотрет его». В завершении памятного митинга возложили венки и цветы к памятнику первому главе республики Владимиру Хубиеву. В Карачаево-Черкесии завершилась профилактическая операция «Автобус». Полицейские проверяли маршрутные такси, которые осуществляют перевозку пассажиров, основные нарушения проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушения требований разметки и правил маневрирования, неиспользования ремней безопасности и разговор по телефону во время движения, управление транспортными средствами с техническими неисправностями. «В период проведения операции «Автобус» было выявлено более 40 административных материалов. Из них было привлечено более 30 водителей к административным правонарушениям, а также должностные лица, которые непосредственно отвечают за выпуск на линию транспортного средства, чтобы транспортное средство находилось в надлежащем виде и подходило требованиям безопасности дорожного движения». МЧС предупреждает, в горах Карачаева-Черкесии выше 1500 метров лавина опасна. А вот какой будет погода на завтра, узнаем от наших синоптиков. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 3-8, в горах до 14 градусов мороза, а днём плюс 12-17 и местами до плюс 9. В Черкесске без осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 4-6, а днём 14-16 градусов тепла. С 6 по 9 апреля более 300 производителей и поставщиков мебели, комплектующих, фурнитуры, оборудования для деревообработки и мебельного производства на выставке «ЮМИЦ». Найдите актуальные предложения для вашего бизнеса. Краснодар, Экспоград-Юг. Бесплатный билет на выставку по промокоду «ЮМИЦ» на сайте «ЮМИЦ.РУ». В Кисловодском цирке каждые выходные московская шоу-программа «ЮМИЛИ» для жителей Карачаева-Черкесии. При покупке билетов на сайте цирка и по промокоду «ШОУЦИРК» действует специальная скидка 200 рублей на каждый билет стоимостью от 1 до 1500 рублей. Гастроли шоу-программы «ЮМИЛИ» продлятся до 17 апреля. Чавыча, сёмга, красная икра на рыбной ярмарке «Дары Камчатки» с 30 по 3 апреля в Доме предпринимателя, город Черкесск. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. В рамках федерального проекта «Мы, Россия» в Черкесске прошел концерт заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс», приуроченный 85-летию образования музыкального коллектива. Празднование принял участие и государственный ансамбль танца Карачаева-Черкесии «Эльбрус». На концерте побывала Шерифат Лепшокова. Динамичные движения музыка. Первый танец не случайно был таким. Танцоры изображали непростой шахтерский труд. В номере «Донбасские парни» вся сила и упорство представителей этой профессии, являющихся символом угольного края. В репертуаре коллектива за 85 лет десятки номеров, поставленных как уже в новое время, так и вошедших в золотой фонд ансамбля. Наряду с народными танцами и песнями по-прежнему любимые советские мелодии. Концерт у нас при участии местного коллектива ансамбля «Эльбрус». Я думаю, это ваша изюминка республики. Мы, конечно, счастливы работать на одной сцене, потому что это очень важно для любого артиста. Интересно что-то новенькое посмотреть, пообщаться и подружиться с коллегами. «Эльбрус» представил всю палитру кавказских танцев. Это искрометная лесгинка, туй степсел, танец при черноморских адыгов, парный танец абезек с мгновенно узнаваемой и такой любимой музыкой. На концерте от имени главы республики Рашида Тимрезова был зачитан приветственный адрес, в котором говорилось о том, какая большая честь принимать артистов из Донецкой Народной Республики. Нас объединяет не только великое культурное наследие и богатая история, но и традиционные ценности, среди которых любовь к родине, уважение к старшим, семья, дружба. «Нас объединяет нечто большее – борьба за свободу, за светлое будущее для наших детей, за возможность трудиться под ясным небом, за право жить в мире без национализма. Уверен, каждый присутствующий по достоинству оценит разнообразие колорит и эмоциональность программы ансабля «Донбасс». Артистизм и мастерство его участников». А также почувствует силу искусства, которая во все времена объединяла, созидала и направляла. «Мы хотим поддержать всех, кто сейчас сражается за мирную жизнь», – говорилось в приветственном адресе от главы республики. Затронула душу каждого и прозвучавшая в зале молитва о Донбассе. «Зажгите в громах тысячи свечей, за всех под волосы живы до рассвета, за притерпневших скорби без ответа, за деток ставших в ангел, что не смеет». Конный спорт претендует стать визитной карточкой республики. В Карачаево-Черкесии завершился трехдневный конный переход на лошадях карачаевской породы. Он стартовал в Малокарачаевском районе, а финишировал в Урубском. Также в станице Преградной прошла выставка лошадей, где определили самых достойных. Подробности у Али Баташева. Любоваться красотой и грацией породистой лошади можно бесконечно долго. Завершение конного перехода и организация выставки лошадей карачаевской породы стало настоящим праздником для поклонников конного спорта и всех неравнодушных людей. Здесь были представлены самые достойные участники трехдневного перехода, посвященного 100-летию Карачаева-Черкесии. Всех коней отбирали пародословные. Животное должно было быть не старше 5 лет и не выше 150 сантиметров. Участвовало переходы более 130 лошадей. Доехали благополучно 114, а остальные по различным. Кто-то травму получил или там всадник чуть-чуть приболел. Потому что планировали выехать в совсем другую погоду. Но погода чуть-чуть подвела. Но с другой стороны наши лошади, а тем более наши джигиты, наши всадники доказали, что погода им не помеха. Благополучно доехали. 65-летний Хасан Хубиев – самый старший участник перехода. За три дня верхом в седле он преодолел более 200 километров, показав достойный пример молодому поколению. По мнению всадника, главная причина успеха – это лошадь карачаевской породы. Эта карачаевская лошадь, она отличается тем, что очень мощный копытный рог. И самое главное, вот видите, вокруг пасутся. Они неприхотливы, они выносливы. Жернекеры, джеланы можно перевести так, в каждой местности. Вот своя змея, да. Они незаменимы. Есть все лошади, они прекрасны в разных видах спорта. Но наши лошади доказали несколько раз. И впервые, а потом еще несколько раз на Эльбрус поднимались. В ходе выставки жюри оценивали лошадей по густому и характерному типу. В густом было представлено 11 лошадей, а в характерном – 15. Желающие могли купить понравившуюся лошадь. Сегодня мы здесь действительно увидели лучших представителей карачаевских лошадей, которые являются одними из национальных пород России и представлены во всех регионах России, не только в Карачае, а в Черкесе, но и в республиках Северного Кавказа. И даже добрались до Сибири. Приобретал здесь двух лошадей нашему общему другу. Вот именно выбирали породу карачаевскую, чтобы она обладала алюром иноходи, чтобы она была спокойная. И я в своем, кстати, тоже интервью об этом говорил. Сказал, что эта лошадь – настоящий друг. По итогам выставки победителем среди густого типа стал жеребец Барах, владелец Дахир Лайпанов, а среди характерного типа – жеребец Илькер, всадник Биаслан Лайпанов. В праздничном концерте участвовали лучшие творческие коллективы карачаева Черкесии, а всех гостей щедро угощали блюдами национальной кухни. Конный спорт претендует стать визитной карточкой республики, поэтому мероприятие планируют сделать ежегодным. Али Баташев, Расул Бердеев, Вести Карачаева Черкесия, Урупский район. Таким был понедельник, Карачаева Черкесия, ну а прямо сейчас вечер с Владимиром Соловьевым. Ждите вестей.